Всем доброй ночи, ну или дня, или утро. Короче, сегодня я расскажу как сделать фонг ремикс. На это видео меня сподвигнуло то, что я пишу уже фонг ремиксы давно, скажем так. Ну и то чтобы давно, но научился я недавно. Скажу так, это максимально просто. Сейчас я вам максимально все легко расскажу. Смотрите, допустим у вас есть дорожка. Вот у меня трек серебро, допустим. Мало тебя. Вот, давайте послушаем как она звучит. Эта дорожка у нас имеется. Допустим мы хотим сделать фонг ремикс на вот этот трек. Собственно, что вы должны для начала сделать. Вы качаете трек. Собственно этот. Дальше закидываете его на EFL, ничего сложного. Дальше заходите в браузер, пишите. Допустим, мой пример, да. Серебро, мало тебя. BPM. Сколько тактов, то есть. Дальше заходите и выставляете здесь такую же тактность. После этого ваша друнка будет идеально вложиться на сам трек. Смотрите, также в начале возможно будет какая-то ненужная хрень. Это нужно будет чуть-чуть обрезать. То есть там бывает обычно, когда трек только начинается, чуть-чуть паузы. И вот она будет обозначаться такой вот обычной полосочкой, типа вот, где я показываю примерно вот на этой теме. Такая просто будет полоска, типа длинная. Ее нужно будет обрезать в начале. Вот, сейчас не буду показывать, будет, что собью проект. Вот. Также можно обозначить, точнее, выслушать BPM и понять примерно сколько у вас, точнее, ну, точнее, как оно будет звучать. Вот смотрите, как делаете. Вот сюда вот нажимаете. Можете послушать, сколько будет BPM. То есть BPM попадает. Также есть такие вот микро-моменты, в которых бывает не попадает. То есть вот эти дорожки не должны быть прям ровно на этих черных фигнях, плиточках. Однако, так как вы делаете ремиксы, это особенно не важно, потому что вам главное, чтобы был задний фон. Смотрите, дальше. Объясняю быстренько, чтобы, как говорится, долго не тянуть. Только вы все это сделаете, начинайте с обработки. Конечно же, заходите в два раза, кликайте по аудиодорожке, нажимаете здесь, чуть-чуть кромкость пониже делаете, на слух, конечно же, это надо определять. Дальше закидываете на микшер. Для того, чтобы закинуть на микшер, нужно нажать сюда трек. Потом, после этого все закрыть, перейти вот сюда, вот в эту штучечку, микшер. Дальше на ваш канал, то есть оно обозначится сразу же. Вот, опять серебро. Что нужно накинуть? Давайте я все сниму и послушаем, как оно до этого звучало. То есть обычный трек, звучит как обычный трек. Что мы делаем? Параметриком. Если что, параметрик, это вот так вы нажимаете на слот. И вот параметрик. Вы его выбираете, и у вас уходит такая вот шляпа. Все очень просто. Вырезаем. Здесь примерно 200 Гц. Здесь примерно 3,5-4 тысячи Гц. Это синенькие такие штучки. Их нужно будет протянуть отсюда вот, да? До сюда вот. То есть 3,5-5 тысячи Гц. Что получилось. Как вот у меня, либо там 4, либо 3,5-5 тысячи Гц. Вообще идеально 3,5 тысячи Гц. Пиздежа. Тут 170-200. То есть тоже тут фиолетовая штучка. Вы ее вниз опускаете, и получается, что вы срезали. Получается, что приглушенную становится. Видите, да? Вы срезали верхние частоты для того, чтобы они не мешали друмкам. Дальше. Reverb. Reverb нужен для того, чтобы объемность была у звука, потому что вы все урезали параметриком. Слушаем. Тут все очень просто. Reverb тоже накручиваем от себя, но вообще делаем пошире объем, точнее делаем, чтобы объем звука был. И вет чуть-чуть на середину делаем, чтобы было типа такое эхо. Вот. Чтобы вы понимали, вот это примерно накручивать размер. Тоже делайте как хотите. Есть еще пресеты, кстати. Можете пресетами воспользоваться. Не проблема. Дальше. ShaperBox. ShaperBox нужно будет скачать. К сожалению, или к счастью, просто пишите ShaperBox. Он в принципе бесплатный. Тут я выбрал в этом, в пресетах, их можно найти вот просто нажав сюда, зашел в компресс и называется, нет, вру. Зашел в лоу-фай и выбрал хорус. Хорус это такое добавление второго звука. Смотрите сейчас. Типа мало и кому-то будет, ну, поет немало-мало-мало-мало тебя и сзади, короче, типа идет, идет там на заднем фоне, типа еще подпевка такая небольшая в виде хоруса, так называемого. Это в принципе все. То есть по обработке все. Также громкость можно будет, тоже надо будет подбирать. Я поставил примерно на середине, чтобы она не мешала друмкам. Поехали к разбору теперь друмок. Собственно, кик. Давайте с кика начнем. Кик у нас вот такой. Давайте даже послушаем отдельно. Обычный кик. Взял его из друмпака фонд кит, фонд друм кит вол 5. Такой в интернете самый первый, ну, когда вы такой пишите, самый первый он вылетит. Самый классический кик. Вот он. Максимально пробивной. Из мастеринга здесь у нас находится, сейчас вам покажу, что, вот он фонд кик 2. Тоже, тоже самое делаем, как было до этого. То есть нажимаем кик, трек, готово. То есть шестое и накладываем сюда блуд овердрайв. Блуд овердрайв, он делает кик жирным. Смотрите. Он делает его более жирным. Естественно, по громкости тоже я его не трогал, по-моему. Вроде не трогал, да, такой он и был. То есть тут тоже, то есть так же заходим, вот, кик закидываем сюда. Кик расставляем примерно, вот, можете повторить, либо же как-то сами, то есть на слух. Так, дальше идем. Снейры. Снейры, то есть, как создать такой уже, вот, каналчик, как здесь, это нужно нажать сюда плюсик, после чего назвать, как вам нужно. Допустим, снейр, да. Ну, сейчас даже покажу вам, допустим, снейр. Дальше перемещаете его сюда. И растягиваете, ну, чтобы ровно все было. То есть, как я вот так растянул, примерно. То есть так вот. И сюда закидываете звук ваш, который вам нужен. Ну, допустим, вот так вот берете снейр, да, допустим, нашли. Правой кнопкой по нему. И расставляете его на каждую восьмую долю. Сейчас я вернусь к снейру. Вот у вас появился. Расставляете его на каждую восьмую долю. Грубо говоря, это центр среди черных, вот этих полосочек. Вот так он делается. То есть, можете для разнообразия тут растаять вот так как-нибудь. Ну, в принципе, понятно. Тут из обработок вроде бы ничего на нем не положено. А, нет, положено. Параметрик тоже. Параметрик, наоборот, вы должны поднять частоты. Для того, чтобы снейр казался таким максимально ударочным. Смотрите. Отличия, возможно, вы не нашли, но они будут на слух. То есть, вы просто понимаете частоты, грубо говоря, повышаете. И повышаете громкость. У вас выстреливает, допустим, вот эта частота. Смотрите. И, допустим, вы ее повышаете. Этот звук получается такой прям пробивной. Так. Тоже я его чуть громче сделал, чтобы он ударял прям хорошо. Так, с этим все. Теперь хай-хэт. Все максимально просто. Также вы делаете такую же, как вы делали со снейром. До этого со всеми киками. Плюсик хай-хэт делайте. Получается, тоже закидывайте его на этот микшер по той же самой схеме. Дальше чуть погромче возможно делать, если он тиховат. Дальше реверт накидывайте тоже на слух. Но можете сделать такой вот небольшой сайз. Чуть-чуть вета. То есть, чтобы просто отдавало чуть-чуть сзади хай-хэтом. Чтобы был эффект того, что его много. С хай-хэтом, в принципе, все. Теперь бас. Бас. Все тоже очень просто. Все то же самое мы делаем. Находим бас, закидываем. Дальше. Как только будете строить миди, правой кнопкой нажимаете сюда. На 808 бас. Вот этот, который вы закинули. Нажимайте кут и целф обязательно. Для того, чтобы бас не налаживался на другой. И прописываю. И точнее, смотрите, что вы делаете. Берете кик. Control. Выделяете все. Левой кнопкой мыши. Control-C. Control-V. Сюда вот. Закидываете. У вас получается дорожка из киков, грубо говоря. Здесь. Дальше вы их растягиваете, чтобы они... Вот они изначально вот такие. Смотрите, сейчас покажу. Вот типа изначально они у вас будут вот такими. Ну так, чуть покороче. Это я уже их поднял вот так вот наверх и так далее. Для того, чтобы они типа тянулись. Вот такая вот вещь получается. Кстати, без гины, точнее, обработки вроде бы я его сделал. Да, я только чуть громкостью повысил. Потому что бас сам по себе хороший. И трогать его не надо. То есть прописывайте вот так вот. Кстати, вот такую вот фишечку с поднятием тоже можно делать. Без проблем. То есть делать там тун-дун-дун. Бас идет. Там вверх. Резко. Там тоже вот так вот. Там резко опять. Можете делать вот так вот. Пусть может на каждом переходнике такую фигню делать. То есть, ну, все, как говорится, ваш фантазик. Главное, чтобы вы сами понимаете, что звучит хорошо. Акапелла. Без нее никак, конечно же. Обычная акапелла. Тоже взятая из друн-кита. Здесь по обработкам все то же самое мы делаем. Конечно же, закидываем. Вот, кстати, пан нажимаем. Точнее, накидываем чуть влевее. Для того, чтобы мелодия не перегораживала акапеллу. Чуть-чуть пониждеваем громкость. Дальше. Таким же образом закидываете ее в микшер. То есть на трек нажимаете. Трек нажали. Она здесь у вас появилась. Тут два параметрика. Первый срезает опять же частоты по той же схеме, что и до этого мы делали. Срезаем частоты до момента, пока мы не начнем видеть, что у нас не осталось какого-то говна на наушниках. Параметрик делаем чуть-чуть. Точнее, тут ничего не делаем. Тут просто выставляем пресет радио. Вот. Можно не обязательно ему выставлять этот радиоэффект. Ну, главное, срезать частоты, чтобы они не мешали. Дальше. Это выстрелы. Парезал чуть-чуть капелла для разнообразия. В принципе, на этом все. То есть ваш проект типа как готов. Что дальше делать? Смотрите. После того, как все это написали, вот что должно получиться. Давайте послушаем. Не открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что ты там и спиной меня так обожгла. Нежное отними, нежное опять. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в окате твоих, как хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Вот такая композиция получается. Вы можете сказать, что она скучная, недоделанная. Но у меня была давно идея записать, как сделать ремикс. И в принципе, я надеюсь, что вы поняли, что да как. Если что, задавайте вопросы в комментариях, как обычно. Я пытался все максимально просто объяснить. Ну, не знаю, возможно, вы все равно не поймете чего-то. Сдавайте вопросы короче. И если вы хотите, чтобы я дропнул этот трек, естественно, тоже пишите в комментариях. Я вот доработаю обычно все. То есть от вас требует только поддержку там. И может подписочку, если вам не сложно. Поэтому всем спасибо за просмотр, кто посмотрел эту дичь. И говорится всем удачи и пока.